Сначала очистить, потом разровнять. Работа кипит. Круг за кругом баранку готовят к зимнему сезону. Опробовать лед я решила на собственном примере. Оказалось, нерыхлый, без трещин, ничуть не уступает заливному. Снегоуборочная машина еще ездит на льду, но несмотря на это прокат коньков уже открыт, а дети и взрослые радуются зимней забаве. Каток на баранке вновь становится центром притяжения даже в сильный мороз. Коньки любых размеров, хоккейные и фигурные для взрослых и детей. Всего около 150 пар. Есть и помощники для юных спортсменов – пингвины. Уберегут от падения и научат уверенно стоять на льду. Открыт прокат с 11 до 20 в будни с 10 до 9 вечера в выходные. Самых отважных даже 15-градусный мороз не напугал. У нас уже человек может 30 пришло на сегодняшний день, несмотря на холодную погоду. И катается с радостью, с удовольствием. Сейчас его лучше стали чистить, он более ровный стал, чем в прошлом году. Здесь более атмосферно стало, красиво, по-новогоднему. Ну, я пришла и сразу узнала, что люди катаются, им прекрасно. Ну, я решила покататься тут тоже. Ощущения, прекрасная погода. Люблю мороз, люблю каток. Классно покатались, очень здорово. С осторожностью и с пингвином. Восьмилетний Иван делает на льду первые шаги. Так совпало, что еще и в свой день рождения. Для семьи Самковых кататься на баранке стало уже традицией. Несколько дней следили за подготовкой льда. В субботу увидели, что он готов и сразу же достали коньки. Ожидаю очень хорошую катку в этом году. Лед, ну, как бы, пять из пяти баллов. Вот. Ну, и лучше, чем было в прошлом году, значительно. Но не только каток украсил центральную площадь города. Уже сверкает яркая новогодняя иллюминация и наряжена елка. Все в ожидании праздника. Олеся Лукина, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. Ледовое представление Ильи Авербуху уже третий год подряд можно увидеть совершенно бесплатно в парках Подмосковья в первых числах декабря. В этот раз шоу называется «Чемпионы». В костюме серой мышки и розовой пачки красавица Евгения Медведева, заслуженный мастер спорта международного класса, представила новую программу под музыку из щелкунчика. Титулованные фигуристы Анастасии Игнатьевой и Алексея Кусков выступили со своим шуточным представлением. Шуточное-то оно, шуточное, но дух от него захватывало, и голова кружилась. Алексей Ягудин представил свою знаменитую программу «Зима», с которой он взял золото на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Увидели зрители его легендарную дорожку шагов, которую он сам придумал. Откатал Алексей и более развлекательную программу с элементами, которые на спортивном соревновании не провернуть. Получить пять от чемпиона мира – прекрасное впечатление от гола шоу «Чемпионы». Легендарный фигурист не только показал класс на льду, но и поговорил с одинцовцами. Потому что мы как в детстве совершали пару первые шажочки до льду, а потом нас сами побеждали. И вполне возможно, что сегодня здесь кто-то вот из этих молодых будущих, влюбившись в фигурное катание, сейчас и вечером станут чемпионами. Так что удачи вам. Ну а нам, взрослые, всегда быть и поврежать своими умными слушателями и всячески им помогать. Тем более, в следующий год, 24-й годом семьи. Всего в этом сезоне запланировано около двух десятков представлений, организованных Ильей Авербухом и Татьяной Навкой. Они пройдут практически во всех городах региона. Впереди еще много событий. Зима в Подмосковье только началась. Тимур Гайсин, телекомпания «Одинцова». Напряжение, волнение и желание победить. Женские волейбольные клубы разыграли нешуточную борьбу. На площадке «Одинцовская Заречья» и «Московская Динамо». Приходится бороться со всем. Самый сильный блок, самая мощная атака, самая сложная подача на данный момент. Тренер признается, спортсменки показали неплохую игру, но принимали в этот раз слабее. Сказалась не только борьба с безоговорочным лидером, но и домашняя обстановка. Соревноваться в зале, где ежедневно проходят тренировки, непросто. Вдвойне сложнее при полных трибунах. Дома мы не имеем права играть плохо, из-за того, что мы чувствуем ответственность перед нашими болельщиками. Естественно, это немножко сковывает, естественно, это немножко влияет на то, как мы принимаем, как мы доводим мяч, как мы нападаем и так далее. Варвара болеет за команду «Заречья» впервые, хотя интересуется волейболом с 9 лет. Занимается в школе Олимпийского резерва. Проигрыши бывали и в ее карьере. В следующий раз точно получится выиграть. Главное не расстраиваться, но в следующий раз обязательно получится. Они понимают, что надо больше тренироваться, больше всяких там еще приемов поработать. Отрыв в счете в финальной третьей партии достигал 10 очков. Волейболистки удерживали интригу до конца, но переломить ход игры в этот раз не удалось. Лидерство осталось за «Динамо». Игра закончилась со счетом 3-0. Собраться с силами и тренировать комбинации. Для Одинцовской команды задача номер один. Олеся Лукина, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Шахматы быстрые, кубок открытый участникам от 7 до 17. Вот суть турнира, который прошел в Звенигороде. Учитывая возраст спортсменов, главный судья соревнований в напутственном слове напоминает правила. По невозможным ходам. Часто, да, много у нас здесь юных шахматистов, которые, бывает, делают ход, и король остается подбором. Так делать нельзя. Пространство турнира организовано так, что здесь могут вести шахматный бой 70 участников. И, как выяснилось, свободных мест не осталось. Много местных, Одинцовских ребят, много приехало и из Москвы. Например, восьмилетняя Наташа. Девочка немного снисходительно рассказывает о своих первых партиях, в которых набрала пару очков. Они были младше меня и играли. За мной повторяли люди. И у меня из-за этого получилась выигрышная позиция. Поэтому мне было легко играть достаточно. Между прочим, открытый кубок по шахматам – одно из последствий возрождения стадиона «Спартак». Об этом рассказал почетный гражданин города Валентина Ермакова. К его открытию была собрана большая выставка, посвященная традициям шахматного спорта в Звенигороде, который в свое время гремел на всю область. Здесь постоянно проходили соревнования, в том числе и международного уровня. Активность общественников привела к результату. У шахмата в Звенигороде появится свой адрес. В городе было дополнительно помещение выделено. Правда, оно сейчас будет находиться в ремонте. В 2024 году это Звенигородский филиал Веденского дома культуры «Огоню», где и будет базироваться. Постоянное помещение дает основания строить более серьезные планы. Организаторы кубка рассчитывают сделать его регулярным. Превратить Звенигород в шахматную столицу Подмосковья. В дальнейшем ежемесячно мы будем проводить турниры. И, как мы видим по этому мероприятию, турнир вызвал очень большой ажиотаж среди участников из Москвы и всей Московской области. Идея интеллектуальных соревнований нашла отклик среди предпринимательского сообщества Звенигорода. На добровольные взносы были приобретены 18 наградных комплектов и множество подарков для юных победителей. Похоже, шахматисты удачно разыграли свой дебют. Тимур Гассин, телекомпания Одинцова.